всем привет дорогие друзья сегодня у нас обзор и распаковка нового замечательного интерфейса от компании антилоп аудио под названием zentour synergy core антилоп обновил свой флагман этот интерфейс на мой взгляд является одним из самых лучших интерфейсов которые предоставляются за свою цену что же нового здесь добавили первое появились четыре новых dsp чипа два дополнительных fpg чипа и в сумме у нас получается что за счет этих чипов мы можем использовать аж 256 инстанций эффектов это реально очень круто добавлен type-c порт который позволяет подключиться по протоколу thunderbolt 3 db25 выходы можно использовать как dc-cv gate для аналоговых синтезаторов а также улучшена выход мониторной конвертации до 130 децибел ну что же давайте приступим уже распаковки данного инструмента посмотрим что находится внутри коробки а также посмотрим как его активировать и так далее ну что ж погнали давайте откроем коробку посмотрим что внутри находится есть вот такая такой кожух снимаем его предоставляется устройство вот в такой белой красивой коробочке здесь пломбы снимаем как вы откроете еще одна существует другой стороны открываем коробочку эта карта гарантии ну точнее если устройство уходит на ремонт используется эта карта дальше очень краткий гайд макулатура по устройстве но бы как управляется более подробную информацию можно прочитать на сайте antiloboutio ну и сам интерфейс данный интерфейс имеет четыре xlr входа комбинированных с наличием джека usb порт подключения usb 2.0 usb type-c по протоколу thunderbolt adat in adat out db 25 который позволяет использовать 8 выходов мониторные выходы spdf и spdf out и подключение питания с передней части у нас находятся два выхода на наушники наушник первый наушник второй два дополнительных выхода на реамп который можно подключать на педали на всякие устройства которые вы хотите запускать сигнал и еще гитарных четыре входа хайзи где можно подключать электро гитару бас гитару и так далее передняя панель кнопка gain handphone универсальная кнопка antilob который назначаем и можно поставить на некоторые параметры и ручка управления громкости старой версии здесь была кнопка толпбек она уже существует уже в тачскрин сенсоре так что кнопки толпбек не существует по весу могу сказать что чуть-чуть она стала потяжелее также в коробке у нас еще идет специальная тряпочка для пыли кабель для подключения power адаптер usb 2.0 кабель давайте подключим и будем активировать это устройство мы подключили устройство а теперь давайте перейдем уже к регистрации как вы подключаете устройство само пишет на дисплее please activate пожалуйста активируйте как это делать заходим на сайт antilob audio заводим аккаунт регистрируемся вводим данные у меня существует уже аккаунт поэтому я не буду завести новый аккаунт дальше переходим вкладку zentour synergy core категорию downloads и ищем лаунчер здесь есть два варианта лаунчера для windows 10 и для mac os в данном случае мы качаем для mac os если у вас windows качать и для windows ждете пару минут пока лаунчер не скачается она весит всего лишь 25 мегабайт после того как вы скачали лаунчер делаем установку самого лаунчера устанавливаем дальше запускаем лаунчер возможно лаунчер будет требовать еще дополнительного апдейта драйверов или серверов ничего страшного после того как вы установили лаунчер у вас отображается ваше устройство у меня подключено два устройства поэтому оба отображаются мы выбираем zentour вставляем здесь галочку new здесь говорится о том что существует новый контроль панель возможно еще прошивка нажимаем апдейт нажимаем кнопку ok если здесь вы видите фреймвер это значит что ничего трогать нельзя нельзя дергать питание нельзя отключать устройство и так далее ждите устройство будет перезагружаться автоматически будет обновляться прошивка давайте подождем пока это произойдет после того как у нас произошло обновление прошивки и устройство скачало последнюю версию контроль панели нажимаем кнопку ok дальше нажимаем на иконочку zentour выплывает вот такое окошко нажимаем continue мы создали уже аккаунт учетной запись на сайте antilope audio вводим сюда наши данные нашего аккаунта нажимаем enter continue и регистрировать новое устройство выбираем дату покупки когда приобрели у какого дилера в данном случае у нас united music здесь выбираем сумму сколько купили нажимаем continue регистрировать девайс если у вас есть дополнительные купленные synergy core плагины то нажимаем еще на эту дополнительную галочку вас плагин автоматически тоже будут активироваться нажимаем continue да и все устройство перезагружается и она уже активно то есть touch screen работает сам контроль панель для вас не будет являться новым потому что старые обладатели этого устройства знают что это блок ротинга блок микшера эффектный блок единственным обновлением является дополнительные эффекты которые входят здесь но например здесь у нас есть в наличии огромное количество новых synergy core процессоров которые не существовали старой версии ну например новый эквалайзер какой-то филтек с комплектом zentura идут 36 бесплатных плагинов а дополнительные плагины можно за определенную оплату купить про плагины и про отдельные возможности данного интерфейса мы отдельно поговорим на стриме сама интерфейс управляется с помощью touch screen экрана в котором существует меню здесь у нас есть параметры подключения usb thunderbolt если вы будете посмотреть на дисплей вы заметите что цветовое отображение самого интерфейса стало уже красным цветом старой версии было зеленым цветом дальше идет антилоп батон здесь с помощью этого параметра можно его кастомизировать под тулбек его можно поставить под кнопку моно диммирование factory reset информация о последней прошивке версии а также touch screen calibration нажимая на эту кнопку у вас включается режим калибровки touch screen а кликайте сюда сюда еще вот сюда и устройство автоматическим образом пытается touch screen адаптировать под ваши пальцы монитор режим line режим handphone и пресетный блок а также вот дополнительная кнопка тулбак существует уже в виде touch screen кнопки ну что ж друзья давайте подведем итоги на самом деле обновленная версия zentura дает нам огромное количество возможностей во первых карту можно использовать во время сведения это реально очень классно потому что эффекты которые можно открыть с помощью нового zentura не сравнивать старым zentura это первое второе обновленный порт usb type-c протокол thunderbolt дает самую минимальную задержку которая возможна в третьих инструмент реально стал звучать лучше по мониторинговому выходу благодаря новым обновленным конвертером и здесь один вопрос многие говорили что старым zentura существовал дополнительные выходы на вторую пару мониторов которые убрали в первой версии да в каком-то плане это может являться минусом на самом деле это не минус потому что на zentura существует еще 8 db выходов которые запросто можно использовать для мониторинга плюс добавим то что интерфейс реально стал круче благодаря synergy процессорам с помощью которых вы можете использовать realtime autotune огромное количество новых эффектов которые появляются уже на этой платформе ну что ж это был обзор и unboxing я обещаю что у нас в будущем планируется еще стрим в котором мы поговорим про маршрутизацию про эффекты как это все использовать и как в проектах использовать антилоповские эффекты в качестве сумминга и для других задач ну что ж друзья на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки следите за всеми нашими новостями в наших соц сетях и до новых всем видео уроков всем пока